Квадратные корни, конечно, хорошо, а кубические – лучше! Ну что, пора бы разобраться с тем, как работает вся эта магия извлечения корней в столбик и какое математическое зелье лежит в ее основе. Сегодня мы рассмотрим примеры извлечения кубических корней, поговорим о корнях n-ой степени, обсудим плюсы и минусы различных методов. В конце видео скажу, как одним действием увеличить эффективность алгоритма 140-го ролика в два раза. Поехали! Для извлечения квадратного арифметического корня в столбик мы первым делом разбивали цифры числа на пары. И вот тут вот стоп, а почему вообще на пары? Смотрите на числовую прямую. Единица – наименьшее натуральное однозначное число, 10 – наименьшее двузначное число, 100 – наименьшее трехзначное число и так далее. Перепишем эти пограничные числа иначе. Корень из единицы, корень из 100, корень из 10 тысяч и так далее. Ну, понятно, что к чему. Если под корнем было что-то от единицы до 99, то после извлечения мы получим одну цифру в целой части числа. А если под корнем было число от 100 до 9999, то после извлечения в целой части числа окажется ровно две цифры и так далее. Дальше мы извлекали с недостатком корень из 53. 7 в квадрате 49, так что больше этого ухватить не получалось. Вы читали из 53 49, сносили две новые цифры, а после этого ставили черточки. И вот тут вот стоп. Зачем нужны черточки, я не знаю, и никто не знает, но во всем остальном мы сейчас разберемся. В общем-то мы ищем две цифры результата – а и б. Первая отвечает за десятки, вторая – за единицы. И это вообще соединительный союз, забудьте о нем. Обе части равенства положительны. Возведем их в квадрат. Помните формулу квадрата суммы? Здесь-то она нам и поможет. В правой части получаем 100а в квадрате плюс 20аб плюс b в квадрате. Чему может равняться цифра а? Если взять 8, то простите, у вас справа будет уже 6400. А слева-то число меньше? Не годится. Зато 7 – самое оно, 7 в квадрате да на 100 – 4 900. Перекидываем их налево с противоположным знаком. Вот и получили 429 и первую цифру результата – 7. Так, а что потом было в видео? Ага, умножали 7 на 2, ставили там какие-то звездочки. Куда, куда он ставит звездочки? Почему он их так ставит, а не иначе? Чувствуешь, пахнет мистикой и астрологией. Тащи сюда свою железную логику, сейчас разберемся. Смотри, мы формулу квадрата суммы писали? Писали. И вот что оказалось в правой части. Вынесем b за скобки. Так, с первой цифры у нас 7. Отлично, подставляем вместо а7. Заметь, что b – это цифра от 0 до 9. Прибавляя ее к 140, меняем только разряд единиц. Значит, 429 получены с помощью умножения 1,4b на b. Надеюсь, ты догадался, что b здесь играет звездную роль. Вот, собственно, и все. Звездочка равна 3, алгоритм работает верно. Подытожим. Извлечение квадратных арифметических корней в столбик основано на формуле квадрата суммы. Притом ясно, что для пятизначных чисел или того больше, мы применяем тот же самый алгоритм, но несколько раз. Сначала управляемся с числом из первых четырех цифр, затем добавляем новые две и пошло-поехало. Подумайте об этом на досуге, а сейчас, внимание, вопрос. Как по аналогии извлечь корень кубический, например, из числа 12167? Не хочу лишать вас удовольствия от открытия и предлагаю кликнуть паузу. Смелее жмите ее и подумайте головой, потому что уже сейчас все тайное станет явным. Цифры и числа разбиваем на тройки. Почему, уже ясно, числовая прямая и пограничные значения перед вами. Результат извлечения запишем как 10a плюс b. Нас интересуют две цифры. Возведем обе части равенства в куб. Какое наибольшее натуральное а мы можем взять? Тройка много, аж 27 тысяч получится. А вот два хорошо, 8 тысяч, и мы их налево с противоположным знаком. Такс, теперь, подставив а равное 2, нужно искать b. Но это посложнее, чем с квадратными корешочками. Пожалуй, из-за скобки b выносить ни к чему. Просто оценим, что вместо нее взять. Четверка много, а вот тройка даст 3600 плюс 540 плюс 27. О, ну это как раз 4167, значит наш корень кубический извлекся целым и невредимым. Ответ 23. Ну что ж, зная твои таланты, тянуть не буду. Вот корень кубический из 127 263 527. Поехали! Разбиваем цифры числа на тройке. Каждой твари по тройке. Да, результат извлечения своей целой части будет тоже иметь ровно три знака. Извлекаем с недостатком корень из 127. Тут очевидно 5. 5 в кубе 125. Вычитаем, сносим три новые цифры. По формуле куба суммы остается вот такое выражение. Всякий раз вместо b буду писать звездочку. Подставляем а равное 5 и ищем эту звездочку. Хм, даже если взять единичку, будет больше 2263. Значит ставим 0, такое тоже бывает. Вычитаем, сносим три новые цифры и не забываем записать бублик в актуальный результат. Сейчас вместо а мы уже подставляем 50 и получаем большущие числа. 750 тысяч звездочек плюс полторы тысячи звездочек в квадрате плюс звездочка в кубе. Да, что попробуем? Если брать 4, то получим 3 миллиона с лишним, а у нас-то их два с небольшим. Тогда возьмем троечку. Так, сколько это будет? 2 миллиона 250 тысяч, потом еще 13 тысяч 500 плюс 27. О, позвольте, но тогда как раз 2 миллиона 263 тысячи 527. Значит наш корень кубический равен 503. Все, кто одолел, большие молодцы. Но если вы оптимист и остались таковым после увиденного, то у меня для вас способ извлечения кубических корней в уме. Работай только в предположении, что исходное число является кубом натурального числа. Идея вот в чем. Возводя цифры в куб, мы получаем некоторое число. И оказывается, по его последней цифре можно точно установить, кто породил такое детище. Присмотритесь внимательно к таблице, и вы поймете, о чем я толкую. Три примера в студию. В первом разбили цифру числа на тройки, извлекаем с недостатком корень из 4, единица. А дальше смотрим на последнюю цифру числа, тройка. Давай, агент Купер, угадай, кто же сотворил эту тройку. Конечно, семерка, смотри по таблице. Только 7 в кубе даст число, у которого тройка на конце, а именно 343. Второй пример. Извлекаем с недостатком корень из 21, получаем первую цифру результата. Число наше подкоренное оканчивается на 2. Как думаешь, какая цифра в кубе могла бы так себя повести? Только 8. 8 в кубе 512. Ну и третий пример. Первая цифра 9, а вторая 6. Но тут есть ограничения. Во-первых, без проверки нельзя ручаться, что мы верно подобрали цифры. А во-вторых, такой подход не годится для очень больших чисел. Первая цифра, конечно, железно определяется. Насчет последней тоже есть предположения. А вот все, что между ними, увы, так просто не найдется. Кстати, часто в задачах достаточно оценить лишь несколько десятичных знаков иррационального числа. А это можно сделать с помощью двойных неравенств и непосредственного поиска подходящих кандидатов. А кроме того, бывает удобна факторизация. Здесь к плюсам стоит отнести то, что делители числа часто легко находятся благодаря известным признакам делимости. Ну а к минусам наличие ситуации, когда делители приходится угадывать долго, как, например, с кубом числа 23. Способ извлечения в столбик хорош универсальностью, но с каждой новой цифрой подсчеты сильно усложняются. Ну что ж, теперь все должны понимать, как извлечь корень четвертой степени из числа в столбик. Проще всего дважды извлечь корень квадратный, так как мы это умеем. А что делать с корнем шестой степени? Пожалуйста, сначала корень квадратный, а потом корень кубический. Так, а с корнем пятой степени что делать? Но его давайте общим алгоритмом. Тем более, что бином Ньютона для пятой степени выглядит весьма привлекательно. Напоследок чуть-чуть уличной магии. Вот знакомый пример извлечения квадратного корня из 7. Давайте возьмем остаток от деления, который получили вот здесь, определив цифры 7. Теперь поделим его на удвоенный результат, известный к этому шагу. И получаем что? Четыре новых верных значащих цифры! В сущности, это ускоряет алгоритм почти в два раза, как люди без этого раньше жили. Ссылочка на статью с доказательством этого факта ждет, ожидается вас в описании. Мыслите критически, занимайтесь математикой, счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok